Встреча с краснодарской пшеницей Встреча с краснодарской пшеницей Встреча с краснодарской пшеницей сеет и внедряет в хозяйство приоритет агро. Значит, в Курске, Куринский район Алтайского края, там сеются яровые сорта, и в Буинский район Алтайского края, там сеются зимные сорта. Поэтому аграрии Алтая, вы можете смело поехать туда и посмотреть уже вживую Костановские сорта на этих полях, большие ассортименты уже проверенных адаптивных сортов. И что уже, как говорится, там не увидите, мы вам дополним, потому что в семеноводстве нашего отдела около ста сортов сейчас зимных яровых сортов и двуручек, которые также можно успешно у вас возделать. Ну, в первую очередь, конечно, доморостойкие сорта вам нужно сеять. Вам нужно сеять, ну, парсеку, что в испытании, Амика, Графак-100, это Кавалерка, Еланчик, Гром, ну, КВ-Классика. Ну, сортов мы вам десятки подберем. Вы, пожалуйста, посеете, проверьте у себя. Я думаю, вы найдете для себя те удачные сочетания, которые вас будут радовать и качеством, и урожайностью, и экономикой. Поэтому пробуйте, мы открыты для сотрудничества, и будем всегда рады видеть вас в гостях и на наших делянках, и, как говорится, за нашими семенами в очереди. Мы вас пропустим, кажется, среди других, как говорится, потому что вам далеко не хотите. Те, которые я назвал уже районированные? Да, те, которые я назвал уже районированные, но мы ежегодно около 15-20 сортов новых создаем, а новые лучше, чем предыдущие. И если вы к нам приедете, мы вам дадим попробовать, и самые-самые новинки, кому даже вот тут не дадим, а там вам дадим, потому что алтайцев мы любим, потому что мы фанаты, как говорится, и ваших земляков, и Шукшина, и фильмов, которые снимались. У вас красивые поляны, красивые горы, красивые долины, огромное количество пшеницы. Мы надеемся, что вам понравятся коснодарские сорта, и вы их подостоинствуете. А сорт еланчик скороспелый. Он называется в честь реки, которая течет в Неклиновском районе, в Донецкой области, так называется река. И сорт очень крупноколоцый, очень крупнозерный, хорошим качеством зерна и хорошей морозостойкостью. И, как показала практика, воздатные заморозки, он хоть и повреждается, но хорошо восстанавливается, поэтому сейчас уже сорт еланчик уже вошел в десятку сортов в России по площадям, и в Ростовской области один из самых распространенных стал, и очень сильно востребованный, потому что идеально подошел для условий Ростова, и дает и высокий урожай, и уходит от засухи, хорошее качество, крупнозерно, скороспелость, морозостойкость, все, что нужно. Поэтому он востребован, и площадя его будут расти. Скороспелый сорт арена, также из группы зимостойких, отличается очень высокой морозостойкостью, тоже очень крупнозерный, масса тысячи может быть больше 50 граммов, и отличается, как говорится, хорошей урожайностью, но, к сожалению, тоже нельзя сеять на кукурузе, он неустойчив к фузариозу. Я потом расскажу, какие сорта можно. Поэтому сорта для высокого агрофона, видите, хорошим потенциалом урожайности, сорт в испытании, но как только он появится в производстве, пытайтесь его в первую очередь получить, потому что те, кто получают сорта в первую очередь, они снимают сливки, потому что сорта работают первые годы своей жизни максимально эффективно, пока на них не появились новые расы болезней, вредители, постепенно-постепенно сорт как бы проседает под натиском, говорится, противников, но пока сорт молодой, но дает максимальную отдачу, поэтому пытайтесь новинки получить в первую очередь. Сорт Кавалерка, это тоже название реки, которая, естественно, подъезд здесь, из Коснодарского края течет на границе, также сорт очень устойчивый, очень морозостойкий, из группы морозостойких, крупнозерный, сильная пшеница, качественная пшеница, также для высокого агрофона, для среднего агрофона, для пропашных предшественников, кроме кукурузового зерна, из-за неустойчивости к пузырозу. Сорт Классика, также сорт, очень долго у него история, но он отличается очень крупным голосом, очень крупным зерном, допускается при возделывании на кукурузу, у него отличная засухоустойчивость, отличная морозостойкость, отличное качество зерна, поэтому мы его рекомендуем для пропашных предшественников, это для среднего агрофона, отличный сорт, и можно сеять даже поздние сроки сева, поэтому обратите на него внимание, сейчас широко внедряется в производство. Это сорт Прайм, вы сейчас слышали Александра Николаевича Боровика, это его сорт, его детище, основная очевидная особенность этого сорта, это шарозерная пшеница, у нас была проблема шарозерной пшеницы, это низкая, относительно мягких, типичных пшениц, урожайность и высокое качество, сорт Прайм был получен методом скрещивания, просковий, высокого морозостойкого сорта, шарозерной пшеницы, и сорта Дмитрий. Сорт Прайм районирован по всем зонам Российской Федерации, от 1 по 12. Сорт Прайм, это короткостебельный сорт, качество его, не как у сорта просковий, шарада 18,5-19 белка, но 17,5 белка и 30 кликовины он дает регулярно. У нас 4 предшественника, по этим 4 предшественникам сорт Прайм, при таком качестве, не уступает высокоурожайному сорту Гром, что и требовалось сделать. Немного, вы видите, архитектонику поменяли с самого Колоса. Если вы видели сорта с шарозерной, у него Колос более такой призимистый, здесь он уже больше похож на типичную озимую мягкую пшеницу. Сеет на высоком агрофоне. Сорт Агрофак 100 и сорт МИК, это два сорта нашего сотрудника, который занимается группой зимоморозостойких сортов. Это полукарликовый сорт, сорт МИК короткостебельный. Средний-поздний оба сорта. В этом году опыт по паспортизации заняли одно из лидирующих мест. Одно из лидирующих мест у нас. Отличительность данного сорта это сильный сорт. Сорт МИК короткостебельный, он ценный сорт. Хорошо удается по лучшим предшественникам, сорт МИК по предшественнику подсолнечник. Отличительная особенность данных сортов, что они очень хорошо себя показали в пятой зоне, хорошо перезимовывают, так как эта группа занимается именно зимоморозостойкими сортами. На высокем агрофоне, на среднем агрофоне. ВОСТОЧЕСКАЯ СТЕКЛЕЙСКИ ВОСТОЧЕСКАЯ СТЕКЛЕЙСКИ